Волжске на 2018 2017 год составляет 30 637 рублей. По сравнению с 2017 годом она возросла. Тогда она составляла 27 935 рублей. Расчет средней заработной платы напрямую зависит от минимального размера оплаты труда. Съемочная группа Волжск-24 решила узнать у горожан, согласны ли они с такой статистикой. Минимум 15, даже, наверное, меньше. Это средняя же берется по республике, а не только по нашему городу. Поэтому такая сумма выходит. Первый год, когда я начинал работать, у меня зарплата была 9 тысяч рублей. В среднем может получать кто-то 100, кто-то 10, допустим. Вот в среднем получается так. Нет, не согласна. Меньше у многих намного. Да многие, наверное, неофициально получаются. Все равно же в конвертиках. Согласно федерального закона, 19 июня 2000 года, в редакции 7 марта 2018 года, минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года был установлен в размере 11 163 рубля в месяц. Конечно, уровень заработной платы напрямую зависит от минимального размера оплаты труда. В Волжске на сегодняшний день есть только два предприятия, где средняя заработная плата составляет 31 742 рубля. Одно из которых является градообразующим. На малых же предприятиях за три месяца 2018 года заработная плата составляет 20 110 рублей. Если взять бюджетников, у бюджетников, дай бог, до 12 тысяч. У нас сотрудники администрации фактически на этом уровне простые специалисты получают такие зарплаты. Поэтому в каждой сфере свой уровень заработной платы. То есть это минимальный размер оплаты труда, это тот размер, ниже которого работодатель не имеет права оплачивать. Большинство жителей нашей республики зачастую пренебрегает официальным трудоустройством. Зарплата в конверте, как погоня за более высоким заработком, лишает других возможностей. Если гражданин все-таки работает неофициально, он, соответственно, теряет достаточно много преимуществ. Возможность получить достойную пенсию, какие-то льготы, какие-то компенсации, которые были бы положены ему при, допустим, заболевании, неоплаченный больничный лист. В среднем статистика говорит, что это около 50-60 тысяч человек в республике работают на себя, либо работают неофициально. Люди не понимают, что не платя налоги, мы не имеем хороших дорог, мы не имеем уличного освещения. То есть, все-таки, часть бюджета, который формируется у нас городской, и за счет которого мы можем выполнять какие-то городские мероприятия, недополучаем за счет таких предпринимателей, которые, скажем так, уклоняются от оплаты налогов. Возможно, официальная статистика заработных платы верна с точки зрения математических расчетов. Однако, по мнению жителей, их благосостояние не соответствует этим показателям. Татьяна Дуборкина, Евгений Бережной, Антон Макаревич, Волжск, 24.